как быстрее добиться цели если ваша цель запустить youtube канал надо снимать как можно больше видео для начала это нужно и для практики для того чтобы определиться с направлением с целью часто мы делаем из мухи слона из цели делаем что-то недосягаемое мы сидим и обдумываем нашу нишу мы смотрим разные курсы продумываем схемы продумываем темы и до съемки видео дело так и не доходит хотя с другой стороны иногда мы начинаем снимать видео совсем не продумав о чем будем снимать что что снимать поэтому нужно убивать сразу двух зайцев нужно снимать видео быстро но при этом быть подготовленными и так как же снять видео и смонтировать его за два часа два часа ставлю таймер и запишу и смонтирую ведь может быть даже получится быстрее составить чек-лист что вам нужно для съемки зарядить камеру диктофон и микрофон если у вас они не включить не могут подключаться к самой камере ну или по крайней мере подготовить микрофон если он с с батарейкой то убедиться в том что она еще работает выбрать место для съемки и очистить их от лишнего визуального мусора и не только визуального и выбрать еще несколько кадров которые будут сопутствовать вашему повествованию это можно сделать уже после того как вы сняли основной объем видео если это разговорное видео третий пункт освещение у меня сейчас в принципе достаточно освещения из окна и если вы снимаете в дневное время суток никаких проблем с этим не будет просто встаньте напротив окна или убедитесь что света из окна достаточно и you are good to go а как по-русски сказать и вперед попросить никого вас не беспокоит так как сейчас карантин это очень важный пункт чтобы все кто может вам помешать находились в другом помещении в другой комнате на улице если это возможно в ваших обстоятельствах как называется вот кстати еще один момент выключить звук на телефоне это супер важно чтобы нас никто не отвлекал и потом не пришлось вырезать дзыньканье из видео о настройках камеры важно поставить 24 или 25 кадров в секунду что поддерживает ваша камера тогда четкость картинки будет наиболее синематографично если ставите 25 кадров в секунду частоту кадров то выдержку ставить одну пятидесятую это просто стандарт с буква f я подпишу что это значит ставлю на минималку просто чтобы было какое-то как бы размытие фона чтобы не было все супер четкое хотя когда сидишь так близко к стене никакого размытия конечно не будет если все зависит от объектива если стандартный объектив то нужно максимально увеличивать делать максимальное приближение и отходить подальше от фона но я этого не сделала еще можно менять фон особенно если вы меняете тему разговора и тогда можно будет делать перебивки если очень длинные темы например как делают сейчас шоу того же дудя когда несколько интервью или когда несколько локаций они перемежаются друг с другом и смотреть получается интереснее картинка более динамичная если глаз ни за что не цепляется ему надоело изучать все что находится на заднем фоне то возможно если не очень интересная информация то зритель просто покинет нас и меня с этим микрофонтиком очень часто делают перебивки с чаем или кофе процесс приготовления еды или что-нибудь такое о чем идет речь видео но если это просто лайфстайл видео или влог можете снять как вы готовите наливайте чай или кофе это сейчас очень популярно у американских и у наших уже блогеров при этом старайтесь не держать камеру слишком долго на одном кадре снимите одно и то же действие с трех четырех разных углов разных крупностей и потом это будет смотреться намного лучше что касается монтажа то нет ничего сложного смонтировать такой простой быстрый ролик состоящий из трех четырех пяти сцен кадров если нужно нужно вырезать и слишком долгие паузы добавить можно не какую-то музыку если есть бирол то есть перебивка можно дополнить каким-то текстом поясняющим в принципе все сейчас я быстренько это смонтирую и покажу вам как я это делаю и так мы открываем проект точнее создаем новый проект перетаскиваем наши файлы в project добавляем папки я добавляю папку source аудио и видео видео у меня файлы с камеры аудио у меня файлы с диктофона затем файлы с диктофона подставить под файлы с камеры потому что камера очень плохой звук это я ставлю на вторую аудио строчку звук с диктофона выделяю все клипы то есть видео и аудио нажимаю синхронизировать в всплывающем окне правой кнопкой мыши и выбираю последний пункт синхронизировать по аудио миксеру и он у меня синхронизирует автоматически после чего я удаляю аудио которое было с камеры то есть у клипа для этого его нужно разлинковать правой кнопкой мыши он линк далее я его удаляю бэкспейсом потом я подставляю на первую строчку аудио из диктофона и снова залинковываю правой кнопкой мыши и линк теперь можно нормально кромсать резать и как угодно редактировать видео потому что аудио уже нормальная горячими клавишами во-первых горячие клавиши j k и l на английской раскладке они помогают навигации k это остановка l движение вперед если два раза нажать l два раза быстрее в три раза быстрее 4 в зависимости от того сколько раз нажать на l это офигенно удобно и j также в обратную сторону назад если надо мотаться тоже на разную скорость можно мотаться к клавиши j реже я клавишами q w и c q и w обрезают начало и конец то есть я смотрю на ролик думаю вот отсюда надо начать и нажимаю q если я подхожу к моменту на котором хочу закончить я нажимаю в w и если мне нужно что-то обрезать посередине там еще какие-то там неловкие моменты я сначала нажимаю си то есть разрезаю клип пополам и затем момент когда заканчивается и начинается уже нормальный момент я нажимаю q то есть подрезаю начало следующего ролика поначалу и так очень удобно очень быстро можно сделать весь монтаж